Проект «Читаем вслух» – это не конкурс, в нем нет победителей. Но каждый из ребят, кто набрался смелости и, взяв руки в микрофон, выступил перед публикой, уже победил – своя стеснительность и состенчивость. Дарья Квасова считает, что этот проект мотивирует работать над собой, учит видеть и исправлять недостатки. Это уже не первый раз. Я в том году участвовала, мы тоже прямо для того, развивая свою сценическую речь и не бояться выступать перед публикой. Елизавета Ганина считает, что формат проекта интригует школьников и подталкивает их к прочтению всего произведения. Работая над выразительным чтением, она поняла, что ей нравится телеавтора, и школьнице стало любопытно, что же будет дальше с героями. Девушка впервые приняла участие в проекте и считает свое выступление вполне удачным для новичка. Я перестаю бояться публики, естественно, и такой конкурс, благодаря нему, я прочитала эту интересную повесть «Звездная пыль». И мне кажется, что это тоже очень хороший способ узнать новые произведения. Обе девушки занимаются в театральном объединении «Артмикс», где учатся держать себя перед публикой и занимаются развитием техники сценической речи. Руководитель студии Наталья Зексер помогла им в работе над текстом и поддержала своих подопечных в стремлении набрать опыта публичных выступлений. Текст очень сложный, потому что писатель пишет сложно подчиненными, сложно сочиненными предложениями. И надо очень понять логику построения предложений, ну и, конечно, эмоционально передать образы. Семиклассники передали эстафету чтений вслух педагогам. 24 октября учителя прочтут отрывки из переписки Ивана Тургенева и Полины Вярду. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.